всем привет мои куколки красотки и красавицы меня зовут алена и я приветствую вас на своем канале сегодняшнем видео покажу вам свои заказы с китайского интернет-магазина розыгала если вам интересна данная тема то обязательно оставайтесь а я обожаюсь честно китайский магазин это единственный магазин китайский опять же повторюсь который меня очень радует и своим ассортиментом и ценовой политикой и доставкой и то что очень быстро все приходит все приходит целости сохранности все приходит хорошо упаковано ну в общем никаких нареканий у меня к ним нет единственное что есть какие-то продукты которые вот реально провальные а есть вот какие-то даже бьюти гаджеты которые очень хорошо помогают повседневной жизни так скажем нам девушка в этот раз я заказала и мужскую одежду и кое-что для себя и давайте приступная с бьюти гаджетов покажу вам все первое первое вот такая вот плойка на самом деле я когда ее заказывала и заказывала очень давно вот прям очень очень давно если я не ошибаюсь мая месяца я не думал что она придет потому что мне менеджер написал что извините данной плойки нет наличии бла-бла-бла то есть мы к вам ее не пришлю но я подумала ладно что закажу чем другое она пришла мне я думала она придет намного больше но она очень маленькая вот прям посмотрите например малепусечка вот она размером с мою ладошку из плюсов во первых у нее керамическое покрытие я об этом не знала я об этом прочитала только на упаковке и второй плюс посмотрите вот это вот провод который вертится то есть это намного быстрее от укладывать волосы и шнур очень очень длинный я помню я с ben good заказала себе плойку для волос одна у меня сгорела 2 мне в принципе нравилось но мне не нравилось то что там очень короткий проводок и мне нужно прям буквальном смысле стоять раком чтобы там что-то делать на своих волосах мне предлагали брать там тройник это удлинитель тогда и тому подобное я не люблю эти танцы с бубном зачем мне усложнять жизнь каким-то тройниками и так далее в общем я выкинула те плойки это я буду пользоваться она очень удобная но для обладательниц длинных волос она крайне неудобная весь объем прядки вся ее длина не наматывается на такой вот маленький диаметр плойки поэтому из это вот большой минус а так вещь очень крутая мне правда понравилась эта плойка я изначально когда она пришла я посмотрел на ее диаметр думаю ну выбросить что ли но потом думаю нет попробую потом еще выброшу не выбросила классная вещь дальше что я вам покажу вот в такой вот упаковочке у нас она немножко помятая но это я уже помяла лежит beauty гаджет на который я смотрела просто везде и вся я очень хотела его приобрести так как я обладательница прямых от природы ресниц но они мне действительно длинные но они прям как у коровы прямые мне не помогает не ламинирование я делала мне не держится этот завиток я вот только спасаюсь наращивание ресниц и я подумала что мне нужно попробовать вот такой вот гаджет это у нас плойка плойка для ресниц для завивки ресниц вот так вот она выглядит какая вот маленькая менее не знаю ручка или мини помада она абсолютно манюсенькая тут нужна маленькая мизинчиковая батарейка 1 вы в общем включаете этот прибор он прогревается им нужно чтобы прогреться 30 секунд он становится такой тепленький и вы начинаете вот так вот прочесывать свои ресницы также тут идет такая вот щеточка ой девчонки я вообще с ней танцевала с бубнами вокруг нее как только могла сначала я села думаю сейчас я попробую пробное сделаю вариант для многие видеоролики где девушки показывали как нужно именно завивать ресницы то что их нужно прочесывать притормаживать движение на определенном сантиметра же вот этом вот ресниц в общем я все делаю по инструкции ну нихрена она не завивает но абсолютно не заливает как были они прямые так они у меня остались не знаю может быть у меня сама по себе структура ресниц вот такая вот то что даже и ламинирование не берет их но мне вещь не понравилась и к сожалению на моих глазах вещь оказалась абсолютно бесполезная вот не знаю куда теперь я покажу я заказалась на самом деле на конкурс я уже готовлю подарок на конкурс мне скоро будет конкурс на канале а это вот такие вот кисточки опять же на сайте они были намного больше по итогу они пришли вот такие вот массе пусечные но это и определенный плюс объясню почему такие вот массе пусечные кисточки даже вот эту вот можно будет взять с собой в сумочку к свару к вашей любимой там рассыпчатой транспарантной пудры которую вы в течение дня поправляете макияж и воспользоваться не нужно брать эту вот большую длинную вот эту вот кисточку а вот такой вот маленький travel вариант сейчас покажу что тут находится внутри семи кисточками не пользовалась я изначально заказывала именно для вот этого цель вот такая вот кисть для тонального крема дальше вот такая вот маленькая кисточка для теней для консилера так вот такая вот кисточка манюсенькая можно использовать ее там для оформления губ и так далее как бы дополнение к подарку потому что мне очень понравился именно дизайн кисточек вот такая вот тоже маленькая и вот самая красивая вот серьезно это вот это вот посмотрите мне ой какая она класс она очень мягкой девочки это просто шелк серьезно у меня из всех кисточек которые мы приходили с китайских интернет магазинов вот это самое мягкое так что вот такой вот подарок такую вот часть так скажем подарка это не все не весь будет подарок конечно же получит победитель покажу вот такой вот комплект помощников это у нас одноразовые щеточки для бровей и для ресниц вот так вот они выглядят на самом деле я эту штучку увидела у девочек которая не наращивала ресницы я посмотрела говорю а где ты это заказывала до любых китайских интернет магазинах есть и в принципе и в обычных магазинах профессиональных я зашла по моему в азбуку красоты я зашла и увидела вот такой вот набор упаковка там тоже было около 100 штук за 300 что ли рублей подумал да нафиг надо и заказала за 50 рублей целый набор такой же абсолютно этих кисточек сначала я недооценивала многофункционал вот данные вот штуки на самом деле это вещь очень удобная для прокраски бровей для прокраски ресниц для прочесывания ресниц после нанесения туши дополнительно для укладывания бровей вот для всего она подходит просто идеально если вы наращиваете ресницы там про чеса в течение дня одну такую палочку кинули к себе в косметичку и при необходимости можно спокойно расчесать вещь очень классная и одна такая палочка будет служить вам вечно при помывке мне кажется она просто неубиваем а вот этот вот набор я правда вам советую поймете многофункционал данной штуки данного гаджета так покажу вам это тоже гаджет но он не был необходим реально потому что сейчас близится вот этот вот период когда я буду болеть я знаю сто процентов что я заболею а ну как бы не то чтобы я прям карку это на себя нет просто я знаю что такую вот штуку мне нужно иметь в арсенале это электронный градусник цены в аптеках на этот электронный градусник мне кажется крайне завышенные доходит ценовая политика до 600 рублей где-то до тысячи в общем я не могла понять я тут заказала абсолютно за копейки вот такой вот электронный градусник сразу хочу сказать это не тот градусник который нужно держать или во рту или этот градусник спокойно измеряет температуру тела просто зажав его в подмышечной впадине а и дает точную цифру какая у вас температура тела поэтому вот эта вещь была крайне необходима да она всегда должна быть в аптечке у взрослого человека я пробовала ее в рот вставлять что-то вообще никак не помогло вот вообще никак не измерял не знаю почему поэтому только в подмышечную впадину только туда покажу что я заказывала лично для себя это вот такой вот kit это набор матовых помад посмотреть какие оттенки просто я не смогла пройти мимо этих оттенков многие не любят китайские вот эти вот помады в китайских интернет-магазинах но я люблю и мне нравится что я могу поэкспериментировать с цветом даже с тем же самым матовым и потому про попросту выбросить а единственное что вот грешат конкретно вот эти вот китайские помады китайские матовые помады тем что вот они полежат у вас буквально после вскрытия ну месяца три потом не становятся как клею такие липкие ваши губы при разговоре слипаются между собой вот это вот минус я не знаю как конечно будут грешить ли эти помады этим но посмотрим время покажет она у меня в оттенке 08 она называется old rose вот так вот и сейчас вам покажу сводь очень красивый цвет серьезно и вы посмотрите какой просто удобнейший аппликатор вот такой вот цвет цвет на самом деле камера его передает как вот такой цвет увядающий роз но по итогу он смотрится как такой вот бежево-коричнево с розовым подтоном nude очень красиво смотрится эта помада на губах она понимаете ее особенность заключается в том что если вы нанесете ее полупрозрачным слоем она позволяет именно нанести себя им на так полупрозрачным слоем дает она такой более естественный эффект при застывании и абсолютно не видно и смотрится как татуаж губ если же вы нанесете ее вторым разом то есть продублировав то что вы нанесли полупрозрачным оттенком то она дает очень насыщенный цвет который по истечению времени начинает тут вот лопаться, потому что вы наслоили эту помаду, как многие грешат, даже матовые помады известных производителей грешат этим, когда вы их наслоиваете, они вот начинают лопаться вот тут вот, как я не знаю, как панцирь какой-то. Этим же помады эти не грешат. Плюс еще у них очень удобна вот эта матовая крышечка, очень тактильно приятно, мне нравится. Дальше оттенок, который я скорее всего отдам или маме, или какой-нибудь подруге, в общем, это у нас оттенок десятый Ready Pink. Ну, вот он десятый. Он вот такой вот розово-барбишный, знаете, такой, можно сказать, даже бледно-розовый. Хотела сказать фуксишный, но нет, он бледно-розовый. И на моих губах я думала, что он будет смотреться, как у меня был наподобие оттенок от марки, по-моему, Рилуи, что-то пинап. Вот, смотрите, про что я вам говорила. Вот полупрозрачный оттенок, и если вы захотели, вы наслоили и получили более насыщенный цвет. Но, когда я покупала реплику от Анастасии... Беберли, Беберли, да, ну нормально, да? Анастасия Беберли Хиллс, нам его в люкс даже лезть не нужно, куда уж нам, ладно. В общем, покупала я реплику от известного производителя, от известной марки, и когда я нанесла, к сожалению, я не могла посвочить, так как это реплика, и стоила она довольно-таки бюджетно, я не могла посвочить ее на своих губах. Когда я ее открыла, нанесла на свои губы, это смотрелось, как замазка. Это смотрелось, как замазка, она неровно ложилась, она куска. Этот цвет абсолютно мне не подходил, и подходил, я не знаю, кому бы он подходил, потому что я, вот, каждую своей знакомой пыталась засунуть эту помаду, подарить, лишь отдать, но никому эта помада не подходила, пришлось ее выкинуть. Это же нет, эта история совершенно другая. В тюбике она смотрится более розовая, чем по итогу, вот как она выглядит. Хорошо она на губах и смотрится, и держится, и подходит она, мне кажется, больше блондинкам, так как я брюнетка, мне не подходит, к сожалению. А так цвет очень красивый. И последний цвет, который меня просто покорил, мне кажется, это чем-то напоминающий мне цвет Lime Crime в оттенке Кашемир. Я не знаю, почему у меня такая ассоциация, или же есть оттенок такой же в Golden Rose, по-моему, десятый, вот этой матовой помады. Это у нас оттенок 15 Rose Cold. Вот, 15 оттенок. Ой, как она красиво смотрится? Я предыдущие свои видеоролики снимала именно с ней, и мне многие написали даже в личку, сказали, скажи, что за помада, вот она. Посмотрите, как она красиво смотрится. Кстати, да, еще особенность вот этих вот матовых помад, да и вообще любых матовых помад, я не знаю, какая они будут не держаться, это то, что их можно использовать как подложку под тени. То есть и этот цвет можно использовать под тени, и этот, и этот. В общем, миксите, как хотите. Вообще, матовые помады это универсальный продукт, и не нужно думать, что их можно наносить только на губы. Также можно наносить цвета более такие вот кричащие, а-ля фиолетовый, зеленый и так далее, и тому подобное. Можно использовать и как тени, и как подводка. В общем, это универсальные продукты для ваших макияжей, так скажем, в дальнейшем. Мне вот этот кит очень понравился, и я не ожидала такого качества от помад с такой ценовой категорией, так скажем. В общем, эта мне штука тоже очень понравилась. И давайте перейдем к вещам. Первое, что я вам бы хотела бы показать, точнее, я вам ставлю кадр часов. Я заказывала мужские часы, они пришли вот в таком вот, сейчас покажу, чехле. Очень все было хорошо запаковано. Сразу они шли, как и любые китайские часы, с батарейкой. То есть там достаточно было убрать эту вот пластмассовую заглушку, в общем, и запустить часы. Очень они красиво смотрятся на руке. Я когда их просто увидела, я в них влюбилась. Понятно то, что там вот эти вот дополнительные кнопочки, они не рабочие, смотрятся они очень дорого. Я такие наподобие часы хотела уже купить за почти что 4 тысячи у нас есть торговый центр. Вот как раз таки торговый центр Диамат я уже хотела их купить, но хорошо, что я их не купила именно там, а заказала их на розыгал. Очень они классные. Вот честно, я заказывала вот эти вот часы тоже с розыгал, и я с ними уже хожу. Ого-го, сколько девчонки! И они не желтеют, они не перестают работать. Я каждый день их ношу, бывает я даже их задеваю. Единственный косяк, это у меня раз всего отсоединилось звено, но оно очень быстро засовывается обратно в вот эту вот резьбу, закрывается и все, и спокойно так же носится. Я эти часы изначально отдавала в мастерскую, и когда мастер сидел и снимал вот эти вот лишние звенья, он мне сказал, странно, мне кажется, эти часы у вас долго не прослужат. Типа, есть разновидность таких вот китайских часов, они либо туда засунут китайский механизм или японский. У моих оказался японский механизм. Я не знаю, какой механизм именно в данной вариации часов, но он на ней очень классно смотрится. Дай Бог, чтобы они прослужили столько времени, сколько служат мои, и еще в два раза больше. Я покажу вам вот такие вот мужские ремни. Я когда их заказывала, я вообще заказывала один ремень, не знаю, почему мне прислали два. Ну да ладно, спасибо за щедрость. Я не думала, что они цельные. То есть, как видите, у них нет ни швов, ничего, никаких краев не обработанных, ничего. То есть, это оберегает ваш ремень от расслаивания. Когда вы знаете, знакомая ситуация, вот у меня постоянно так было, вот с дешевыми ремнями. Когда вы одеваете ремень, постоянно его носите, ремень начинает тут вот расслаиваться. Расслаиваться, расклеиваться, в общем, его можно спокойно потянуть и разделить ремень на две части. Тут также очень интересная, ну как бы не очень интересная, она классическая, вот эта вот бляшка. Я не очень люблю вот эти вот, знаете, а-ля ремни, которые сейчас сделают. Бляшка сама, внутри бляшки вот этот вот пимпик, который нужно засунуть в эту резьбу. И вот эта резьба при ходьбе начинает растягивать дырку, вот эта вот, и она просто растягивается по всему ремню. Но я думаю, те, кто носил такие ремни, те поймут меня. Вот это, поэтому я люблю именно вот такие ремни. В мужском варианте только вот такие ремни мне больше всего нравятся. И также вот такой вот коричневый, так сейчас нам тоже его раскрою. Вот посмотрите, как они классно сделаны. Я вообще, когда их сначала получила и открыла, я думала, они кожаные. Но потом я залезла, посмотрела в заказы свои, что они стоили около 5 долларов, но какие они будут кожаные. Та же самая штука. Посмотрите, как он хорошо сделан. Он не смотрится на 5 долларов, абсолютно. И такая же вот классическая вот эта вот бляшка. Мне кажется, очень классно будет выглядеть. Особенно с какими-нибудь, знаете, туфлями, с ламандрами, что-то вот такое, или темно-коричневыми кроссовками. Вот просто супер. Мне пришла куртка. Куртка пришла, она осенняя, а-ля ветровка. Я ее заказывала, вымеряла весь сантиметраж. Кстати, эти все вещи я заказывала для своего папы, так как он у меня мальчик высокий, так скажем. Такой вот а-ля модель. И ему очень тяжело было подобрать именно в китайских интернет-магазинах по сантиметражу какую-либо вещь. Сами понимаете, азиатские мальчики не обладают теми параметрами, как обладают там европейские мужчины или же русско-украинские мужчины. Вот так вот. Я заказала ему эту куртку, и я прям вот надеялась, вот эта ветровка, я надеяла, что она ему подойдет. Но нет, она ему абсолютно не подошла. Она смотрелась на нем как, знаете, а-ля он отобрал это у школьника, эту куртку. Ну и в общем пришел мой двоюродный брат и ее забрал. Забрал, даже не дал мне ее заснять. Но я засняла там пару кусочков. Я вам обязательно ставлю. Качество обалденное. Нигде не торчали нитки, нигде ничего не было. Замок хорошо работал. Вот эти вот вставки на рукавах и сама вот эта вот резинка очень хорошо сделана. Вот я желала такого качества мужской одежды на вот таком вот среднестатистическом сайте. Несмотря на то, что я розыгал очень люблю, я такого не ожидала. Дальше заказала я костюм. Спортивный костюм папе, потому что, ну знаете, моего папу очень тяжело уломать на такие более-менее современные вещи. Я все стараюсь его в более молодежное русло окунуть, так скажем. Я стараюсь там какие-то вещи ему заказывать, еще что-то. Но он у меня одновременно очень придирчивый. То есть если ему что-то не нравится, заставляй, не заставляй, он фиг оденет. Черт у характера я переманила на себя, и нам вот если что-то не нравится, мы фиг это оденем, и фиг это возьмем, или что-то сделаем, мы не сделаем, если нам что-то не нравится, что-то нас не удовлетворяет. Я рискнула и заказала ему еще куртку и куртку зимнюю, да, по-моему, зима, и костюм вот такой вот. Сейчас вам покажу. Вот такой вот костюм. Это самый максимальный размер XL. Если честно, что у меня папа вообще носит, ну не сказать, что прямо полненький, но вы увидите, я вам вставлю кадры, как он смотрится на нем. Да, это размер 4XL, не XL, 4XL, и нарост 1,90 м. Несмотря на это, штаны очень хорошо сделаны. Кое-где торчали нитки, но это не прям конец света. Я много раз говорила, что я никогда, если я увижу пару ниточек, я никогда не буду пищать об этом и говорить, что вот все, качество дерьмо, потому что пару ниток торчит. Плюс еще, смотрите, тут немножко как флисовая вставка, то есть сам по себе костюм смотрится как такой вот облегченный вариант, но внутри он тепленький, он такой прям приятный к телу. И когда папа мой одел, он сказал, какой он приятный, какой он классный. Единственное, что вот буквально пару пальцев длины бы побольше, вот столько бы побольше, и тогда бы прям бы длина была оптимальная вот этих вот брюк, все-таки моего папа длинные ноги, к сожалению. И приходится вот так вот выходить из этой ситуации, потому что не каждый костюм ему подойдет, но я это прощаю, потому что даже когда покупаем в обычных магазинах оляде, даст, рибок и так далее, там тоже не хватает как раз таки вот этих вот двух пальцев от длины, и приходится иногда брать, делать вставки. И вот такая вот толстовка. Толстовка меня просто покорила. Мне так нравится эта расцветка. Посмотрите. Расцветка. Это темно-синий, ну вот на камерах, кстати, хорошо передают. Темно-синий, белый и серый. Господи, как на нем смотрится этот костюм. Я просто, я в шоке. Я обожаю, когда молодые люди, мужчины одевают именно вот наподобие таких костюмов. Это просто смотрится обалденно. Можно одеть сверху и кожаную куртку. И какую-то более такую вот утепленную вариант куртки. И более спортивную, более классическую. Ну, люблю я вот такие костюмы. Ничего с собой поделать не могу. Даже женский вариант костюмов я люблю именно в таком вот варианте. Что я вам бы хотела показать, это вот такую вот зимнюю куртку. Несмотря на то, что расцветка довольно-таки яркая. Сами понимаете, не каждый мужчина, не каждый молодой человек оденет вот такую вот расцветку. Ярко-желтая и такой вот насыщенный синий. Но я, несмотря на это, умудрилась как-то надеть на свою папу именно такую расцветку. Там есть различные расцветки, но нету размера. Это у меня, по-моему, тоже максимальный размер 4XL. Она хорошо подошла на него, все, она хорошо смотрится. Единственный минус, это вот это мех. Это порнография чистой воды, а не мех. Но благо его можно поменять. То есть его можно отстегнуть спокойненько и выбросить. И все. Несмотря на то, что я тешила себя надеждой, что он расправится, он не расправится. Как-то его не шебурши. На сайте прям мех такой был прям пушистый. Я думала, что и придет такой, но нет. Тут удобный капюшон. Несмотря на то, что мех поганый, капюшон достаточно удобный. Особенно для тех, кто мерзнет. Вы можете спокойненько этот капюшон вот так вот застегнуть, и он будет непродуваемый, так скажем. Ткань. Ткань тут, как сказать, не то, что непромокаемая. Она не полностью водоотталкивающая, но она довольно-таки интересная. На самом деле, вот кое-где торчат. Никуда от этого не денешься. Это из минусов, кстати. Кое-где торчат нитки. И еще минус заключается в том, что, я не знаю, будет вам видно или нет, но я как бы отчетливо вижу. Вот. Вы видите, тут вот этот вот полностью единым полотном, а вот так вот кусками. То есть, стежка-вставка, стежка-вставка. Но это и минус, с одной стороны, потому что это как бы все видно. И даже если мягко... Мягко, как забыла, как называется, вот этот вот пух, не пух, блин. Ну, я забыла, ладно. А это плюс, потому что вот это вот все не будет скатываться в один единый комок при стирке. Если стирать по определенной схеме, то есть с мячиками, чтобы это все на деликатной стирке можно нормально простирнуть. Это из плюсов, но одновременно это и минус. Потому что это все вот при освещении видно. Вот. Они прямо вот полосками сделаны. Но так, я осталась очень довольна. И я с удовольствием еще закажу пару-тройку вещей. Все, девчонки, это был весь мой заказ. Надеюсь, он вам был интересен и полезен. Всех люблю, целую, всем пока!